Каждая девушка имеет тайные или явные претензии к собственной внешности и к волосам в частности. Короткие хочется побыстрее отрастить, а длинные требуют очень бережного обращения и кропотливого ухода. Казалось бы, нет ничего удобнее, чем волосы средней длины. Они выглядят достаточно женственно, и при этом их можно носить распущенными, не собирая каждый раз в хвосты и не заплетая в косы. Но на практике у такой длины обнаруживаются свои недостатки. Во-первых, она позволяет сделать не любую прическу. Во-вторых, свободно распущенные волосы быстро надоедают, и хочется придумать какую-то более интересную укладку. Энтон Пепеп. Понять это желание легко, особенно если речь идет о необходимости разнообразить свой образ. Не будешь ведь на работу, в спортзал, на свидание и прогулку по парку ходить с одинаковой плеческой. Да и вообще, хороший вкус требует разнообразия. Вы можете искать его в профессиональных салонах красоты, но и в домашних условиях без особых финансовых затрат, можно красиво заколоть волосы средней длины. Для этого вы оружитесь феном, парикмахерским утюжком, расческами разных видов, шпильками, невидимками, пенкой, лаком и любимыми аксессуарами для волос. Прически из волос средней длины, самостоятельная укладка волос требует определенных навыков и сноровки, поэтому не расстраивайтесь, если с первого раза прическа получится не совсем такой. Как вы задумывали. Запаситесь терпением, аккуратностью и начните с несложных технологий, выполнение которых под силу даже самым юным модницам. Предварительно помойте голову, равномерно нанесите небольшое количество мусса и полностью просушите локоны. Для начала попробуйте сделать классическую ракушку, которая выглядит достаточно изящной для рабочей обстановки и для вечернего отдыха. Для этого пальцами соберите всю массу волос на затылке и расчешите, чтобы получился аккуратный гладкий хвост. Но в отличие от традиционной прически пони, его нужно не закрепить резинкой, а скрутить в жгут, который затем прижать к голове кончиками кверху. Зафиксируйте жгут из волос шпильками, а его концы спрячьте внутрь. Если предыдущий образ покажется вам слишком строгим, попробуйте сделать более романтичную прическу для волос средней длины. Для этого распустите и тщательно расчешите волосы. Отделите по одной или по две тонкие приди на обоих висках и заплетите каждую из них в косичку. Закрепите концы косичек маленькими резиночками или просто придержите пальцами. Заведите косички на затылок и там скрепите между собой с помощью одной или нескольких маленьких зажимов. Получится образ, напоминающий эльфов или принцесс из волшебных сказок. Вечерняя прическа из волос средней длины делается на основе одного собранного на затылке конского хвоста. Убедитесь, что он надежно скреплен широкой резинкой и не сползет в процессе укладки. Озвучено Яндекс Спичкит. Расчешите его по всей длине и разделите на несколько прядей. Скрутите каждую прядь в жгут и закручивайте эти жгуты до тех пор, пока они не станут плотными завитками. Завитки расположите вокруг основания и заколите каждой невидимкой. Элегантная прическа из волос средней длины сначала выполняется так же, как предыдущая. Но преди, выделенные из общего хвоста и скрученные в жгуты, укладываются не по голове, а оборачиваются вокруг основания хвоста, скрывая под собой резинку. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Каждый жгут нужно заколоть в нескольких местах по мере расположения, чтобы он не могу сместиться и стал надежной основой для следующей преди, которая лижет поверх него. Так постепенно вы обернете и заколите вокруг хвоста все волосы, получив в результате подобие бобеты, модной в 60-е годы Ха века. Ее размер и направление зависят от того, насколько высоко вы завяжете хвост в начале укладки. Асимметричная прическа из волос средней длины делается быстро и очень просто. Озвучено Яндекс Спичкит. Сделайте косой пробор и большую часть волос приподнимите надо лбом. Зафиксируйте получившуюся челку заколкой или несколькими миниатюрными зажимами. Объемная прическа из волос средней длины. Соберите волосы в низкий хвост под затылком, начешите его от корней и завяжите резинкой. Затем ослабьте резинку и немного оттяните ее, чтобы получить объем между ней и поверхностью головы. Подверните концы волос внутрь и заколите шпильками или невидимками. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Высоту хвоста и прически можно регулировать по вашему желанию. Сложная прическа из волос средней длины. Чистые и сухие волосы расчешите и сбрызните лаком. Разделите всю массу волос на две части горизонтальным пробором, проходящим от виска к виску через затылок, на уровне верхней части ушных раковин. Нижнюю половину временно закрепите резинкой или зажимом, а верхнюю разделите на две равные боковые части. Эти части перекрестите между собой и заколите место на хлиста зажимом. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Теперь вернитесь к нижней части волос, освободите их от заколки и снова расчешите. Сделайте на них начес с помощью густого гребешка и поднимите начесанные волос наверх. Уложите их поверх заколки, закрывающей пересечение верхних прядей. Закалите несколькими невидимками и крупным красивым зажимом. Советы и подсказки с помощью описанных выше методик закалывания волос средней длины, вы сможете каждый день недели украсить новой прической. А они, в свою очередь, могут стать еще интереснее, если применить к ним такие рекомендации, не стесняйтесь использовать крупные заколки и яркие украшения для волос. Если они соответствуют цветовой гамме вашей одежды, то не будут выглядеть вульгарно. Но и перегибать палку с аксессуарами не стоит, одной крупной или двух-трех небольших заколок будет вполне достаточно. В качестве заколки можно использовать красивую брошь. Но в этом случае позаботьтесь о достаточно надежной фиксации прически невидимками, чтобы украшение стало лишь декоративным элементом. Для прочности не помешает сбрызнуть любую прическу лаком. Даже распущенные по плечам волосы будут выглядеть более ухоженными после такой обработки, но укладочного средства в этом случае должно быть совсем чуть-чуть. Экспериментируйте, проявляйте фантазию и тренируйтесь, чтобы день за днем красиво и разнообразно закалывать волосы средней длины. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.